Если ты недавно начал играть в Destiny 2 или вернулся после долгого перерыва, а всё, что ты видишь и слышишь об игре, это то, что в ней всё плохо и она вот-вот умрёт, то у тебя может сложиться два мнения. Игра и правда близится к закату, или... Да блин, мне нравится эта игра, с какого чёрта её хоронят? Не скажу, какое из этих выражений ближе к правде, каждый решит сам. Но главное, если тебе нравится игра, и ты хочешь и дальше получать от неё удовольствие, то никто тебя не вправе останавливать. В этом видео я собрал несколько небольших советов и подсказок для самых начинающих игроков, которые сделают твой игровой опыт на старте только лучше, а заодно предостерегут тебя от ошибок, которые могут испортить впечатление тебе и твоим напарникам по команде. Первое. Destiny 2 условно-бесплатная игра. Ты можешь скачать её в Steam, PlayStation Store или Xbox Store, поиграть, посмотреть большинство активностей, а затем решить, готов ли ты опускаться в игру с головой и покупать дополнения. Каждая из которых включает в себя сюжетку, новые режимы игры, активности и кучу наград и оружия, которое захочется выбивать и использовать. О том, что доступно новому игроку бесплатно и как он себя будет чувствовать, в ограничении этой бесплатной версии, я выпускал отдельное видео, так что посмотри, если хочешь понять эту тему лучше. Второе. В Destiny 2 нет лучшего класса. Охотник, Варлок и Титан все классы уникальны, но при этом способны закрывать все потребности по сценариям игры. Тут нет привычной ММО-схемы типа танк, хиллер, дамагер. Игрок на каждом классе способен как выступать саппортом для своей команды, так и наносить мощный урон по крупным противникам и боссам. Кроме того, на каждом аккаунте вы как раз можете создать трех персонажей, так что есть возможность создать стражей каждого класса и понять, на каком вы чувствуете себя наиболее органично. Третье. В первые часы игры тебе очень поможет меню ранги стражей, которое создано для того, чтобы подсказывать тебе, в каком порядке знакомиться с игрой, ее персонажами и активностями. Кроме этого, игра предложит вступительный квест, но далеко не все важные детали в игре будут лежать на поверхности, и не все объясняются новому игроку. Так что не забывай, что Destiny 2 обладает огромным сообществом игроков, которые написали сотни руководств, сняли тысячи видео, и информацию о каждом предмете или квесте можно найти на YouTube. Destiny 2 это игра в жанре ММО-ФПС, а значит, очень многие активности рассчитаны на то, что у тебя будет команда. Но даже если ты начал играть в нее в одиночку, найти напарников всегда можно на многочисленных дискорд серверах, или воспользоваться только недавно появившимся инструментом поиска команды прямо внутри игры. Опытные игроки многому могут научить и с многим помочь разобраться. Не бойся знакомиться с людьми, и я гарантирую, игра заиграет для тебя совсем другими красками и подарит массу впечатлений. Пятое. Передавать оружие и любые предметы между игроками в Destiny 2 нельзя. Чтобы передавать оружие между своими персонажами и доставать снаряжение из хранилища, не обязательно летать в соцхабы или оставаться на орбите. Гораздо удобнее это делать с помощью специальных программ для смартфонов или браузер. Самая популярная и удобная из них – Destiny Item Manager. Тут вы можете воспользоваться поиском по своим предметам, перемещать их, собирать комплекты под разный тип активностей и многое другое. Серьезно, Дим сэкономит вам тонну времени, так что не пренебрегайте удобными сервисами. Если ты ранее играл в Destiny 2, но потом бросал и теперь решил вернуться, то тебя тоже ждет немало сюрпризов. Ведь, вопреки мнению игроков, в Destiny 2 постоянно что-то меняется. Самым частым вопросом у вернувшихся игроков обычно становится, а почему я не могу прокачать свое снаряжение, с которым играл, ну скажем, в 2018 году. Дело в том, что в определенный период банджи ограничивали прокачку оружия для того, чтобы обновить список наград, а затем перевыпустить их с новыми перками. Так что если на твоем оружии левый угол на иконке покрашен в светлый цвет, то такое оружие можно смело распылять, поднять его уровень силы уже невозможно. Седьмой совет. Одна крайне важная деталь, с которой часто новички испытывают непонятки – система ресетов или обновлений. В Destiny 2 есть свое понятие недели. Она начинается во вторник в 8 часов по московскому времени и длится до следующего. Все крупные ивенты, обновления и релизы дополнений всегда стартуют по вторникам с 8 часов по Москве. Важно запомнить, что некоторые награды в активностях можно получить лишь раз на персонажа за одну игровую неделю. Например, если вы прошли активность с мощной наградой, то в следующий раз получить эту награду такого же уровня можно будет только после ресета. Для некоторых активностей есть еще понятие ежедневного ресета, например, для торговцев. Это также время в 8 часов по московскому. Восьмой совет. Оружие в Destiny великолепно. Его много, оно все офигенно ощущается. И я уверен, что с первых же часов игры у вас уже появится список любимых пушек. Но вы наверняка захотите узнать, какие из них и правда ценные. Что ж, тут у меня для вас пару советов. Во-первых, баланс в игре подвижный. И разработчики постоянно обновляют перки и характеристики типов оружия. Например, если сейчас в сезоне в игре больший урон наносят ракетницы, то далеко не факт, что в следующем будет так же. Поэтому игрокам всегда нужно стремиться к тому, чтобы иметь в своем распоряжении несколько видов оружия в каждый слот. У оружия есть свои перки, выпадающие случайным образом. Новым игрокам бывает очень сложно понять, какие из них стоит оставлять, а какие перки заставят вас разобрать пушку. Кроме того, каждое оружие может быть полезно для разных сценариев. То, что хорошо работает в ПВП, может оказаться просто непригодным для ПВЕ. Один из самых простых способов узнать, какие перки полезны для того или иного типа оружия, заглянуть на сайты вроде light.gg, где указаны рекомендуемые перки для разных видов оружия. Многие создатели контента также выкладывают полезные советы, так что на ютюбе и в сети, в общем, можно встретить много полезных обзоров на оружие. Система уровней в Destiny довольно проста, но кажется новым игрокам порой сложной и ставит в тупик. Ваш уровень силы – это число в правом верхнем углу экрана на экране вашего персонажа. Это число показывает ваш показатель снаряжения, плюс все бонусные уровни, полученные от сезонного артефакта. Эти бонусные уровни артефакта даются только за заработок опыта. Вы получаете больше опыта, играя в игру и выполняя задания. Эта дополнительная сила, получаемая за счет экспы, обнуляется каждый новый сезон. Второе, из чего складывается ваш уровень силы – показатель вашего снаряжения. Это средний показатель экипированных предметов. Если все ваше оружие и броня имеют мощность, скажем, 1800, то ваш общий показатель силы и будет равен 1800. Прогресс в повышении уровня снаряжения ограничен и зависит от того, с каких активностей вы получаете награды. Каждый игрок начинает с уровнем снаряжения 1600, и ваша следующая цель – достичь так называемого «софткапа» – порога 1800 силы. После того, как вы добьете уровень в 1800, единственным способом повышения уровня силы станет выполнение заданий, которые дают вам либо мощные, либо сверхмощные награды. Вы можете легко увидеть, какой лут будет получен в награду, просто наведя курсор на задание. Эти награды работают по принципу еженедельной награды, так что если вы заработали мощный или сверхмощный шмот, вы можете получить его снова на том же персонаже только на следующей неделе. В Destiny 2 есть таинственный торговец – Зур. Он появляется в игре в пятницу в 8 часов по Москве и уходит с ресетом во вторник в 8 часов также по Москве. Торговец ценен тем, что предлагает игрокам несколько вариантов легендарного оружия, но что более важно, у него можно купить экзотическое оружие и броню, так что любому новому игроку я бы советовал проверять его товары каждые выходные. Этот торговец появляется каждую неделю в разных местах. Чтобы всегда знать, где именно он ждет покупателей, можно воспользоваться или сайтом Today in Destiny, или просто следя за новостями тематических групп сообщества. 10 советов позади, так что самое время напомнить о том, что у этого ролика есть свой полезный спонсор. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам в Destiny 2, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленным функциям сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется все больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVipe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Еще одна важная система в Destiny – синтез снаряжение. Она позволяет взять уровень силы одного предмета и перенести ее на другой предмет, который вам нравится больше. Допустим, вы наконец-то получили какой-то экзот, который значительно улучшает свойства вашего персонажа. Но затем вы получаете несколько новых предметов брони в этот же слот. И вдруг этот любимый экзотический предмет уже мешает вам поднимать уровень силы. Хотите продолжать им пользоваться и при этом прокачивать уровень? К счастью, вы можете влить силу из одного предмета, большего по уровню, в другой, который по свойствам вам особо-то и не нравится. При этом предмет, который сильнее, пропадет. Важно помнить, что этот процесс работает только с легендарными и экзотическими предметами. И только с предметами, которые занимают один и тот же слот на одном и том же классе игрока. Перчатки в перчатке, оружие первого слота в оружие первого слота и так далее. Но поскольку вы только новый игрок, вы еще наверняка не накопили множество полезных материалов, которые требуются для этого синтеза. Поэтому я бы рекомендовал вам подождать, пока вы будете уверены, что именно вы хотите прокачать. Двенадцатый совет. В Destiny 2 большинство активностей проходят в режимах ПВЕ. Но есть в игре и ПВП активности, в которых нужно соревноваться с другими игроками. Например, Гарнила или Гамбит. За исключением некоторых ивентовых режимов, уровень твоего персонажа не будет иметь значения в сражениях с другими игроками. Однако стоит учитывать, что более опытные игроки не только лучше знают особенности игры и будут сильнее тебя за счет скилла. Но они также будут иметь более крутое снаряжение по характеристикам. Так что, чтобы не впадать в фрустрацию от ПВП, лучше отложи эти режимы до тех пор, пока не освоишься в игре чуть лучше и не заработаешь действительно ценное снаряжение, которое хорошо себя показывает в сражениях с другими игроками. В Destiny 2 есть особые противники, называемые чемпионами или воителями. Для того, чтобы справиться с ними, существуют особые требования. Если игнорировать их, то у вас просто не получится их убить в большинстве случаев. Чемпионы бывают трех видов. Барьерные, неудержимые и перегруженные. У каждого есть своя иконка с обозначением, которая подсказывает, какой именно мод против них применить. Моды – это вот эти вот ячейки в сезонном артефакте, который вам выдается в начале каждого сезона. Прокачивая артефакт с помощью опыта, вы можете разблокировать эти моды, и они автоматически станут активны на том оружии, к которому относятся. Например, револьверы против неудержимых воителей. Кроме этого, некоторые моды против воителей встроены по умолчанию в некоторые экзотические пушки, вне зависимости от сезона. Однако учтите, что если на экзоте есть такой перк против воителей, он не будет работать вместе с модами другого типа для того же оружия. Совет 14. Каждый предмет брони имеет различные показатели характеристик, которые улучшают свойства персонажа. Некоторые из них влияют на частоту использования способностей, другие помогают выжить или двигаться быстрее. Вы можете подбирать их индивидуально под свой стиль. Однако замечу, что для любого класса наиболее важными показателями обычно являются стойкость и восстановление, которые напрямую регулируют вашу сопротивляемость урону и скорость регенерации здоровья. Если на какой-то из миссий вам нужно отсканировать предмет, не обозначенный при этом на радаре, вам не обязательно тратить тонну времени на поиск и на то, чтобы написать в чат о том, какая это игра тупая и неудобная. Достаточно просто вытащить вашего призрака, и он посмотрит в направлении нужного для сканирования предмета и направит вас прямо к нему. 16. Помните, я рассказывал вам только что про модификаторы против чемпионов? У этих модов есть еще одна полезная особенность, которая делает их эффективными не только на чемпионах. Например, оружие с активированным антибарьерным модом будет пробивать щиты кабал или вексов. И 17 совет. Отличный способ найти недостающие вам экзоты – проходить легендарные затерянные секторы. Это довольно быстрые по прохождению задания для одиночных игроков, которые вы найдете на карте с этим символом. Сначала вам нужно найти и пройти обычную версию затерянного сектора, найдя вход на карте из обычного режима исследования. Когда вы пройдете его на своем персонаже, убьете босса и откройте сундук, вы сможете найти вот такой баннер для запуска легендарной версии, на котором как раз можно посмотреть моды, которые нужно учитывать при прохождении. Секторы на сложности легенда и мастер были созданы специально для фарминга мощного снаряжения, так что совсем простыми их прохождение все же не будет. Чтобы не быть стертым в них пыль, вам понадобится уровень силы не ниже 1830 единиц. Каждый день в секторах можно получить экзотику только в один слот брони. В один день это могут быть шлемы, а в другой нагрудники или перчатки. Легендарный сектор меняется каждый день при ежедневном ресете, так что советую следить за их расписанием на все том же сайте Today in Destiny. Что ж, это были некоторые самые базовые советы для новых игроков. Уверен, что у вас еще будет полно вопросов, так что если этот ролик был полезен, поставь лайк и напиши в комментариях, о чем еще хотел бы узнать, и я постараюсь рассказать о самых частых вопросах в другом видео. Не забудь подписаться и удачи! Дестини тебя сожрет!